Довным-давно, когда еще Дэвид Джонс был ребенком, а доллар стоил 30 рублей, один молодой пират по прозвищу Большая Шишка мечтал о легендарном сокровище — рынок года. И чтобы исполнить свою мечту и завоевать рынок года, он собрал свою первую пиратскую команду из девяти лучших офисных головорезов. Эх, команда вся в сборе, поднять паруса, захватим мы все, и моря, и леса. На Кубу лежит наш доблестный путь, назад нас былыми уже не вернуть, льется рекою ром и вино, всех конкурентов пошлем мы на дно. «Никто не сумеет нас остановить, умеем работать, умеем кутить!» Стянулись все тучи, поднялась волна, матросов шатало туда и сюда. «Мы все здесь умрем!» — кричал грустный О. Из недр глубин появилось оно. Огромное чудище страх нагоняет, в каютах темно и немножко воняет. «Хлопушка это!» — кричал дядя Миша. «Никто не поможет нам, нас не услышат!» О, боги! Спасение пришло ниоткуда! Под парусом белым примчало к нам чудо! На яхте сияющей корпоративной виднеется босс. Отнюдь не противный, в руках у него ведро с молоком. Надпись на яхте «нестле.ком». Облил он чудовище молоком трехпроцентным. Размякло, разбухло. И нет конкурента. Все вмиг прояснилось, исчезла беда. Но за борт упали вода и еда. Как же на Кубу теперь путь нам держать? Эту проблему босс должен решать. «Мы едем на Кипр, там все включено. Где спать и бухать, вам не все ли равно?» И вмиг оживилась команда матросов. И все поддержали решение босса. Но сидя в каюте, босс размышлял. Должок есть должок, ведь я обещал. Вот исполнят мечту, возьмут рынок года. Увидят, какая на Кубе природа.